История хутора Прикубанского уходит далеко в прошлое и насчитывает более 130 лет. Раньше здесь было несколько хуторов, которые назывались по фамилиям казаков. Сегодня Прикубанское поселение – это 2500 жителей, развитая инфраструктура, в которую входят детский сад, школа, детская школа искусств. Но казачьи традиции здесь сохранены и по сей день. Тому пример – семья Беляевых, в гостях у которой побывали Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Большая семья Валерия Васильевича Беляева на хуторе Прикубанском известна всем. Здесь сохранены славные традиции предков казаков. Валерий Беляев в числе первых вступил в ряды возрождённого хуторского общества. На протяжении многих лет, с тех пор, как у нас организовалось казачество, возрождение возродилось. И мы хотим казачьего хутора Прикубанского продолжать традиции наших дедов. Это значит любить землю, любить родину, какая она есть, прошлую, будущую и настоящую. Этому самому учить своих детей и внуков, чтобы они тоже продолжали наши традиции, традиции казаков, дружеников. Прикубанские казаки делами заслужили авторитет среди земляков. Некоторые члены общества, в том числе Валерий Беляев, являются депутатами Совета поселения. Валерий Васильевич слывёт на хуторе Прикубанском активным казаком, опытным телемастером, домовитым хозяином и увлечённым коллекционером. В своём дворе он создал целый музей, отражающий быт и уклад казаков. Вот у нас награды дедовы, фотографии нашего деда, который воевал в Великой Отечественной войне, участник 4-й кубанский казачий гвардейский корпус, добровольцем ушёл на войну и с победой вернулся домой. Вот его все награды, фотографии в памяти. Это его прялка досталась по наследству. Это уже люди, кто что смог, где патефон. Это амуниция из казачьего быта. В музее Валерия Васильевича можно увидеть одну уникальную вещь – патефон. К тому же он находится в рабочем состоянии и может проигрывать виниловые пластинки. Элементы казачьего быта можно увидеть и во дворе дома. Русская печь, зона отдыха, колесо удачи. У Валерия и Ольги Беляевых большой сад, более 250 фруктовых деревьев. Нужно содержать своё домовладение в надлежащем виде, в людском виде. И точно весной и летом это как бы своего рода создаёт колорит, чтобы чувствовалось, видно, что здесь люди живут. Ещё издревле повелось, что именно в казачьих семьях вопросом патриотизма, любви к отечеству, готовности положить за него жизнь свою, уделялось особенно большое внимание. Вот и семья Беляевых унаследовала эти традиции. Валерий и Ольга с малых лет своим детям и внукам прививают любовь к труду. Воспитывают их настоящими казаками. Учат уважать старших. Учим, чтобы продолжали традиции внуки наши, традиции наших дедов, прадедов. Это быть сильным, выносливым, честным, справедливым, работящим, работоспособным. Верить в Бога, слушаться родители. Наверняка эти традиции ребята будут соблюдать всю жизнь. Ведь, несмотря на свой юный возраст, внук Вадим гордится тем, что он казак. Я уже есть такой, как дедушка, казак. У меня всё есть, как и у него. Я бы хотела, похоже, быть таким, как он трудится очень много. Я бы хотела бы так же, как и он, жить его же жизнью. У него хорошая жизнь, и я хочу быть его же жизнью жить. Мне его жизнь понравилась. Вот я и учусь, и с него пример беру. Казачество на протяжении веков главную опору видела в крепкой семье. А семья Беляевых – показательный тому пример, где казачьи традиции передаются из года в год, от поколения к поколению. Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Программа «События». Как дедушка целовали. Как дедушка целовали.